Собака Собака Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Собачья жизнь». Сегодня мы находимся в гостях у Натальи Гребецкой, заводчицы русских псовых борзых с 32-летним стажем и большим стажем охотничьего. Ну, почти столько же, наверное. Здравствуйте, Наталья! Добрый день! Я хочу сказать, что русская псовая борзая относится к охотничьим собакам, и свое название «псовая русская борзая» получила от слова «псовина», что значит «роскошная шелковистая шерсть». Ну, Наталья, давайте вот, да, демонстрируем. Ну, давайте мы о шерсти поговорим позднее, а вот сейчас мне очень интересно, почему русская? Значит, это одна из старейших российских пород. Вот, будем говорить, после гончих самая старейшая. Первый стандарт на русскую псовую борзую был утвержден в 1888 году. И эта собака выведена в России, в Российской империи в то время еще. То есть, насчитывает где-то начиналось с 17 века появились эти собаки. Это травильные, так сказать, собаки, которые сами, без ружья, ловят зверя. Какого? Значит, охота с русскими псовыми борзыми – это охота по зайцу и так называемый красный зверь. Раньше, когда было волков очень много, в основном охотились еще и по волкам. А красный зверь – это волк и лиса. То есть, когда раньше большие уроны наносились волчьими стаями сельскому хозяйству, держалось достаточное количество этих собак для уничтожения волков. Потому что сейчас, если их стреляют с вертолета, то раньше это была чисто облавная псовая охота. И своей злобой к зверю псовые борзые прославились на весь мир. То есть, две собаки, которые не боятся волка – это среднеазиатские и кавказские овчарки, пастушьи, которые охраняли стада от волков. И точно так же русские псовые борзые не уступают им ни в силе, ни в отваге при борьбе с волком. – Наталья, я знаю еще, что они настолько ценились в те времена, в XVIII-XVII век, что их даже дарили в качестве дипломатических подарков королевским дворам вместо камней драгоценных или каких-то супертканей. – Совершенно верно. Русская псовая борзая, так как она была выведена в Россию, она одно время содержалась только в России. И больше нигде в мире такой борзой не было. То есть борзая, что это означает? Это означает «быстрая». А в связи с тем, что среди борзых пород существует их много, это есть грехаунды, английская борзая, это есть ирландские волкодавы, это есть салюги, слюки, это есть тазы, тайганы, это есть выпиты. То есть множество разнообразия. Но такой красоты, как русская борзая, среди борзых нет ни у кого, ни в одной стране. Хотя борзые породы есть. Есть польские харты в Польше. То есть, а вот такой красоты нет. И она ценилась, то есть раньше говорили, что, ну, вспомним Ноздрева, который давал взятки борзыми щенками. – Да. – Вообще-то. – Ага. – То есть и в то же время, а до Ноздрева, при королевских охотах, в которых содержалась целая псарня этих собак, это не менее 50, а то и до 200 штук, они ценились, в общем-то, за них продавали целые деревни крепостных крестьян за одну псовую собаку. – Наташа, ну, вы знаете, вот мне кажется, что они настолько элегантны, и вот я бы даже сказала, аристократичны, внешности, что это, например, очень красиво, когда дама в кренолине, прогуливаясь по своему саду, а рядом с ней вот трусят вот такие вот великолепные собаки. Мне кажется, это даже с эстетической точки зрения очень красиво, правда? – Действительно. Псовая собака, конечно, смотрится не с человеком, который одет как бомж, а с человеком, который одет в приличном виде, который сам по себе выглядит хорошо. В основном это, ну, как бы и была в свое время привилегия этой породы, привилегия аристократов только. Вот. А, ну, не прогуливались, это мы только в кино видим. Дамы в кренолинах по улицам Невы, Питера, по берегам Невы и по берегам Москвы-реки с псовыми борзыми, ими в основном занимались мужчины. А собаки уже, лучшие собаки, любимые ли собаки, они находились при барских усадьбах и, соответственно, являлись интерьером этой усадьбы. Вот. То есть, украшая своим видом, своей красотой, своей псовиной, своим великолепным характером, очень хорошим, добрым отношением к людям, независимо от их возраста. То есть, будь это маленький ребенок, или это будет старушка, или старик, эти собаки к любому человеку относятся очень-очень добро. Наташа, ну, вот вы сказали, что хорошо будет относиться к любому человеку, но все-таки вот нельзя сказать, что все-таки у нее должен быть один хозяин? Ну, вот я много времени держу псовых собак, и бывали случаи у моих друзей, у знакомых, когда уже в достаточно взрослом возрасте люди отдавали своих собак. Ну. Они не умирали от тоски по хозяину, если им вместо этого предоставляли полевой досуг. То есть, если с ними ездили, охотились, либо с ними долго прогуливались, если у них хорошая кормежка и нормальное содержание, то вот такого, ну, как бы, как у овчарок привязанность к хозяину, дикая привязанность к одному человеку. Этого у борзых собак я не наблюдала в такой вот ярко выраженной форме. Да, они любят своих хозяев, они их уважают, но если я, допустим, сегодня отдам свою собаку кому-то на охоту, постороннему человеку, которого она не знает, она будет с удовольствием жить у него, охотиться с ним, и через два-три года все равно меня узнает. Но страдать и помирать от того, что их нет рядом хозяина, она не будет. Субтитры подогнал «Симон» Наташа, ну, вот раз мы говорим о неистребимой страсти к преследованию, к охоте, вот как вы чувствуете себя, когда с ней гуляете вот у нас, в Томилино? Там же у нас и кошки, и... И куча дворняжек, которые бегают, еще до тебя догоняют, еще и лают. То есть я в основном стараюсь своих собак с поводка не спускать. Почему? Потому что если Борзая взялась преследовать, то остановить ее на ходу – это очень тяжело. То есть они отличаются, допустим, от овчарки чем? То есть овчарки говорят «фас» для защиты, допустим, человека, и она бежит, но ей сказать можно «фу», и она встанет. А у Борзой, к сожалению, момент начала преследования и остановка только тогда, когда она уже догонит, либо потеряет из виду. То есть мы не можем говорить в данном случае, что собака непослушная? Нет. Вот послушная, как бы, ну, отдрессировать Борзую собаку, чтобы она вставала на виду уходящего зверя, возможно. Я видела раза два, наверное, в своей жизни, когда человек выходит, у него собаки непривязаны, он выходит в поле и говорит «я сегодня иду по лисице». У него вскакивает заяц, а он ему говорит «ай-ай», они вот так дрожат все и стоят на месте. Но для этого нужно очень много приложить усилий. Понятно. Наташа, ну вот вы говорите, что вам приходится здесь, вот в Томилино, гулять на поводке. Ну, я так думаю, что для борзых собак это не очень хорошо, если, например, вот как вы ездите на охоту, а если человек не ездит на охоту, и вот каждый день гулять на поводке, не давать вот воле, да, размять косточки, это, наверное, не очень хорошо. Это, в общем, плохо, я бы сказала. То есть у меня две собаки, одна молодая, которая всегда почти гуляет на поводке, и одна старшая, 7 лет, которая гуляет без поводка, могу гулять без ошейника. То есть я ее могу остановить почему угодно, если она чуть дернулась, я ей сказала стоять, то есть она у меня уже адресирована, но ей 7 лет. А для молодой собаки это, конечно, очень плохо. То есть эта собака стаер, она быстрая, у нее порода-то называется борзая, быстрая. То есть для нее вот эта вот быстрота, просто ей нужно ее выплеснуть где-то. А если она постоянно ходит в городе по тротуарам на поводочке и не имеет возможности уйти, допустим, на собачью площадку, где она с удовольствием играет с любыми породами, будь то дворняжка, будь то овчарка, если на нее, конечно, не нападают, а просто играют. Она будет бегать просто даже кругами, чтобы выплеснуть свою вот эту энергию, которая в ней заложена. Понятно. Слушайте, ну вот, например, вот вы ездите на охоту. Я вот лично, например, жалею всех, начиная там от слезняков и заканчивая жирафами. Так, начиная про Гринпис называется. Нет, я не собираюсь вас агитировать, но вот если я, например, себе завожу такую собаку, у меня есть альтернатива, где моя собака может все-таки выплеснуть свою эту охотничью энергию. Есть такая альтернатива. К счастью, сейчас у нас прогресс вступил хорошо и достаточно далеко по сравнению с 18 веком. Есть так называемый курсинг борзых собак. То есть это специально выделенные территории. Люди их организовывают, и в интернете можно найти курсинг борзых и поехать туда со своей собакой, где борзые собаки бегают на достаточно безопасной территории. Ну, в отличие от охоты. В охоте может быть и овраг где-то, еще что-то, и где-то и посадки, и где-то акации вот с такими колючками, где она может на своей скорости расшибиться или пораниться. И на этот курсинг собираются достаточно много людей, которые категорически против того, чтобы уничтожать каких-то животных, находящихся в природе. И дают своим собакам выплеснуться по вот этому искусственному зайцу, который, в общем, не причиняет ущерба природе никакого. Наташа, ну, у нас, конечно, программа не для профессионалов, да, и поэтому мы не будем вдаваться какие-то там вот тонкости. Но все-таки хочется немного сказать о стандартах. Все-таки собака необычная. Вот какие такие особенности у нее? Значит, стандарт борзых пород. Во-первых, это собака высокого роста. То есть для того, чтобы когда человек хочет, ему нравится красиво, или ему понравился щеночек, он должен думать о том, что этот щеночек за год вырастет почти 80 сантиметров в холке, а то и выше, а то и 86, если это кобель. Во-вторых, эта собака имеет шерсть псовину и, как все животные, два раза в году линяет. Значит, некоторые линяют в зависимости от кормежки вообще плохо. Если чуть плохая кормежка, то они линяют и постоянно. То есть это везде может быть шерсть. Значит, все строение этой собаки предназначено для того, чтобы быстро бегать. Это высокие ноги, длинные. Это подрыв живота, так называемый. Это узкая тонкая морда. Это прижатые ушки, чтобы ветер в ушках не свистел. Это длинный достаточно хвостик, которым можно махнуть в сторону. И хвост у борзой называется провила. То есть она как бы разворачиваясь почти на 90 градусов при беге, она машет этим хвостом противоположную сторону и, в отличие от многих других пород, имеет свойство развернуться чуть не на месте. А бегают они, ох, как быстро. А бегают они, вот, 80 километров в час на отдельных участках они достигают. То есть вот средняя скорость где-то 55-60 километров бежит заяц. Вот представьте, что борзая его догоняет и ловит при всем. При том, что он у него вскакивает не из-под носа, а где-то метров 50-70, а то и может быть побольше. То есть бегают они очень быстро. Поэтому, ну и вот на морде. Пускай все видят, что собачки-клыки не маленькие при такой тонкой морде. То есть вообще-то эти собаки могли удержать волка и удушить лисицу. И могут, в принципе, удушить лисицу без вопросов. Поэтому, если ее, многие спрашивают, а защитно-караульную службу можно сделать? То есть вот, чтобы защищал там участок, чтобы бросался на посторонних людей с борзой собакой. Это, в принципе, можно, но не нужно. Потому что стопора у нее нет. Она может удавить человека. То есть любая охотничья собака приравнивается по опасности к ружью. Ого! Поэтому у борзых в стандарте написано, злоба к людям, к домашним животным – порог. Ну это порог. Но это же не обязательно. Не обязательно, что она изначально такая. То есть этому надо учить, чтобы она не трогала ни людей, ни животных, ни кошек, ни птичек, ни коз, ни баранов, что часто встречается. Потому что по усилию эта собака ей убить барана, расплюнуть. Ладно. Раз мы уже начали говорить про псовину, в принципе, вот линяют. А вот так вот завалы какие-нибудь или еще что-то. Вот надо ее расчесывать, мыть, например. Значит, вот так покажу людям. Вот видите, чуть дернул. То есть два раза в неделю обязательно расчесывать надо. Хотя псовина считается самоочищающейся. То есть собака может пробежаться по грязи, вот так стать грязной. Когда она высыхает, вся эта грязь с ее вот этой тонкой шелковистой псовиной слетает сама. То есть мыть ежедневно там или раз в месяц собаку не обязательно. Вот я могу сказать для всех, что я своих собак мою только перед выставкой. Только. Ну и, естественно, они с удовольствием купаются и плавают в водоеме. Если летом, с удовольствием они плавают просто сами. Понятно. Я вот еще тут хотела спросить, мы когда к вам в квартиру зашли, ну вообще запаха абсолютно нет. Даже намека нет. Ну ладно, они сейчас сухие. А вот, например, влажно пришли мокрые. Пахнет? Нет, от борзой собаки в большинстве своем, если она не больна, как от любого больного животного может пахнуть, если она здорова, не пахнет. Потому что эта собака сухого крепкого типа конституции. То есть на ней нет много подкожного жира, и собаки эти потеют. Языком и пятками. То есть она не потеет телом, соответственно, у нее таких пота жировых под кожей нет, соответственно, нет и запаха. То есть запаха пота собачьего нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наташ, ну, прям они такие, прям все прям идеальные, приидеальные. А вот, например, чтобы они были такие идеальные, вот как их надо кормить? Вот, может, какая-нибудь сердобольная хозяйка подумает, ой, собачка худенькая, худенькая, я ее... Можно откормить? Ну, часто говорят, ох, какая у вас дохлая колли. Ну, то есть борзых не все знают, но говорят, дохлая колли. И что же вы собаку не кормите? Вес собаки борзой, взрослой, 40-45 килограмм. Можно откормить до 90. Два раза я видела. Ага, ну это... Но чревато чем? То есть собака быстрая, резко реагирующая, при большом весе, можно раскормить, вот как и люди бывают, вот таких размеров. И собаку борзую, любую, в принципе, можно раскормить до сумасшествия. Но у них тонкая кость и слабые связки достаточно при этом становятся. То есть она перестает двигаться, и при любом рывке она рвет себе связки, вышибает себе колени. Все понятно. То есть это чревато последующей болезнью какой-то. Плюс любое ожирение – это, извините, болезнь сердца, печени и почек. Ну, а вообще чем вы кормите своих собак? Значит, я предпочитаю смешанное кормление. То есть дома, когда я не в период охоты, я кормлю своих собак натуральным кормом. То есть это на обрезе вареная гречневая каша пополам с рисовой. Или с добавлением еще пшена. Плюс туда еще морковка, свекла, капуста. Все это мелко нарезано. А обрезь сырая? Нет, варю эту обрезь. Потому что, к сожалению, у нас не всегда проверяется мясо. Все, я поняла. И я боюсь всякой заразы. Все, я поняла. То есть если бы я точно знала, что это мой бык, и от него это обрезь, то я бы точно кормила сырым. Судя по вашим рассказам, наверное, довольно-таки сложная собака. И вот не такая собака, с которой нужно начинать новичку-хозяину знакомство вообще с собаками. Значит, я думаю, что любому новичку нужно начать знакомство не с собакой, а с литературы о собаках. То есть если это охотничья собака, то надо быть охотником. В душе хотя бы, чтобы потом им стать с этой собакой. Если вам нужна просто собака для дома, то нужна собака, которая называется собака-компаньон. А борзые не компаньоны? Борзые не компаньоны. То есть их многие называют компаньонами, потому что они удобны в содержании. Но борзая собака, она сегодня удобна, а завтра она подралась с соседской собакой, да так, что удушила, то и все. В зависимости от того. То есть она может отбиться от трех ротвейлеров, понимаете, одна. А вот, знаете, помните, мы тут недавно снимали передачу про коня корса, и вот когда мы там гуляли, цапнула ее прям буквально клыком и разрезала ей что, кожу? Ну, кожу разрезала, да. Кожа тонкая такая, прям что? Да, кожа тонкая, очень тонкая, потому что это сухой тип конституции, сухой крепкий называется. Ну, а как же охота с волком-то, извините меня, он тоже, наверное, не стоит. Вы понимаете, они же тоже, они не хватают его за хвостик и за бок. У них тактика есть? У них тактика взять из зверя. То есть вот неопытные собаки бывают, там хватают лисицу или волка нос в нос и получают от этого травмы. А большинство собак, они берут так называемое поместо, то есть они берут волка либо в уши, либо в холку. И он своей мордой не может развернуться так, чтобы поранить эту собаку. Ну, вот у нас там, вон, товарищ. Раненый лежит. Раненый лежит, да. Вот у нее как раз получилось морду в морду, да? Вот у нее как раз морду в морду получилось лисицы. Первая лиса в жизни, она еще не умеет этого делать, поэтому раненое лицо у нее конкретно. Слава богу, никаких жизненно важных органов не поранено. Нужно обратить внимание на то, что эту собаку нужно вырастить до года. Если она от здоровых родителей, потому что, к сожалению, уже появляются у нас тесты, это так называемая дегенеративная мелопатия. И есть дисплазия тазобедренных суставов. Но если дисплазия тазобедренных суставов диагностируется практически рентгеном, и из-за того, что некоторые из поколения в поколение, а это в основном западные собаки, не охотятся, и из-за близкородственного инбридинга стали появляться какие-то вот такие заболевания опорно-двигательного аппарата. А в большинстве своем эта собака абсолютно здоровая, с хорошим зрением, с хорошим большим сердцем. Причем очень интересно, у этой собаки сердце находится не с левой стороны, как у всех, а посредине. А почему? А чтобы вот, когда оба легкие раздуваются при беге, чтобы это сердце не мешалось ни одному из легких и билось равномерно. То есть посредине грудной клетки, ни слева, ни справа. Ничего себе. И прослушиваются с обеих сторон одинаково. Потом, значит, вот самое, конечно, что при выращивании этой собаки тяжелое, это переломы у маленького щенка. То есть многие, беряя в первый раз собаку, думают, что она может спрыгнуть, как кошка. А щенок борзу этого не может. Он просто, если упадет с какой-то высоты, он может сломать себе лапки. То есть вырастить до года, а дальше проблем больших нет. То есть это абсолютно такая здоровая собака с достаточно устойчивой психикой. И очень удобная дома. То есть вот дома они целый день лежат. То есть они не ходят, не бегают, не проверяют, не лают около двери. То есть, ну это, конечно, не охранник. Нет, подождите, не охранник. А если к вам воры? С радостью встретят. А если вам будет какая-то угроза? Если у меня будет угроза, то вот тут уже я не могу сказать, как отреагирует моя собака. То есть если, ну был такой момент, когда в парке какой-то пьяный, они у меня гуляли по кустам. И какой-то пьяный, я закричала. Они выскочили и залаяли на него, но бросаться не стали. То есть вот это чисто охотничья собака. Это не по людям собака, не работает она по людям. Я знаю тогда, для чего у вас расстал терьер, чтобы он их завел. Он же залает? Он всегда залает. Умалает. Значит, это не для того. Это для того, чтобы внучке было не скучно. Она сказала, что у бабушки большие собаки, мне с двумя неудобно гулять. Понятно. А мне нужна маленькая. Ну, это я вам открыла. Вот знаете, как так звезды сложилось, что внучка попросила. Но тут гораздо глубокий смысл, мне кажется. Наверное. Все-таки он, наверное, будет как бы звоночком таким. Наташа, ну, спасибо большое за рассказ. Интересно, я думаю, что наши телезрители очень многое узнали. Я думаю тоже, что телезрители узнают, но все-таки я прошу всех телезрителей. Если вы берете собаку-ребенку, сто раз прочитайте про эту собаку. Если вы берете ее лично себе, сто раз прочитайте про эту породу. Не берите, пожалуйста, ребенку кавказских овчарок, которые для другого предназначены. Не берите им лайку, которая предназначена тоже для охоты. Берите им собаку-пэта или собаку-друга. То есть, каждая собака для чего-то выводилась. И для этого она и существует. Но еще для красоты, конечно. Вот я хочу вас подвигнуть. Вот у нас такая традиция. И в конце программы заводчик подводит итог своему рассказу. И как бы такую визитную карточку для породы. Вот я вас прошу сделать это. Ну, визитная карточка русской псовой борзой. Русская псовая борзая считается вершиной кинологического искусства. Это самое красивое, общепризнанное. Это не я придумала. Общепризнанное. Самое красивое по сложке, по виду и по конституции собака в мире. И глаза с поволокой, что влажные вишни, это русской псовой борзой написано. Многие старушки, которые не видели борзых, глядя на них, говорят, глаза как у иконы. Я сначала удивилась, спрашиваю, почему? Говорят, вот такие же большие, черные, раскосые. И лицо такое же длинное, как у иконы. То есть, красивее этой собаки, в принципе, в мире нет. Именно русская псовая борзая? Именно русская псовая борзая. Не обо всех борзых породах это говорится. Именно о русской псовая борзая. И еще считается, что это национальная гордость русского народа. В свое время после войны Сталин давал медали питерским женщинам, которые во время блокады сохранили единичные экземпляры этих собак. Здорово. Наташа, ну, огромное вам спасибо. Пожалуйста, спасибо большое. А я вам хочу сказать, что я после этой программы буду выходить из дома Натальи с чувством гордости за такое национальное достояние, с которым мы сегодня познакомились. Спасибо. Русская псовая борзая – это гордость русского народа. Самая красивая собака в мире. Достижения наших кинологов, российских. Все. До свидания. До свидания. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»